К нам присоединяется Ольга Курносова, российский политический аналитик. Здравствуйте. Добрый день. Вы нас слышите хорошо, Ольга? Мы вас не услышали? Не слышим. Хорошо. Вот теперь слышим. Здравствуйте. Да, теперь слышим. Замечательно. Итак, на этой неделе Путин отправился с официальным визитом в Северную Корею и Вьетнам. В Пхеньяне для него там расстелили красные дорожки, вдоль дорог выстроили солдат, детей с лошками. Портреты Путина и Ким Чен Ина висели по всему городу и в итоге стороны подписали договор о стратегическом партнерстве. Знаете, я что хотела спросить? В 2006 году в вашем родном Питере проходил саммит Большой Восьмерки. Он так тогда назывался. И вот Путин принимал лидеров западных стран, говорили о глобальной энергобезопасности, экологии, экономике. И вот этот визит спустя 18 лет. Вы когда за всем этим наблюдали, какие чувства были? Ну, вы знаете, я просто вспоминала, что как раз в 2006 году мы в Питере устраивали акции протеста против Путина. И вот я сейчас понимаю, что тогда казалось, да ну что же, Путин вполне себе приличный президент и какие-то правильные вещи делает. А я понимаю, насколько мы были правы именно тогда, в 2006 году, когда были марши несогласных, когда, собственно, впервые мы тогда увидели наружку, когда случайно проехали по встречной полосе, за нами наружка и нас даже не оштрафовали. И все это было как раз параллельно этого форума. И по большому счету вот это ощущение, что уже что-то происходит не так, оно у нас было тогда. Но большинство российской оппозиции с нами не соглашалось. И вот до чего все это привело. Возможно, если бы тогда, в 2006 году, все вместе боролись с Путиным, не было бы Медведевой, не было бы всех этих войн. Начиная, по большому счету, сторожение Грузии в 2008 году. А начиналось все это еще давно. И на самом деле многие забыли, что свой первый визит в Киньян Путин сделал в далеком 2000 году. Тогда на это не обратили внимания. Наверное, подумали, что это какой-то эксцесс. А на самом деле, значит, он задумывал все это еще очень и очень давно. И вот когда он встречался в 2006 году с лидерами большой семерки, тогда это была даже еще большая восьмерка, вот тогда-то он и прикидывался человеком. Да, и вот как все получилось. Ну вот по итогам вот этих поездок в КНДР и Вьетнам, Путин снова говорил о войне в Украине. Мол, если Киев увязывает ведение переговоров с выводом российских войск, то этого никогда не случится. Зачем нам бояться? Не лучше ли идти до конца? Звучали от него и ядерные угрозы в адрес Запада. Мол, превентивный удар в ядерной доктрине нам не нужен. Мы и при ответном ударе уничтожим противника. Южной Корее он также открыто угрожал. Скажите, а почему он так раздухарился вот после этих поездок? Ну, может быть, знаете, влияет атмосфера. Многие сравнивают это с Советским Союзом, но на самом деле то, что сегодня в Северной Корее, ну вот чисто так, знаете, эстетически, это совсем даже не Советский Союз. Были старые американские фильмы, голливудские, где показывали такой гротескный Советский Союз. Да, везде висят красные флаги, везде какие-то огромные портреты советских вождей. И вот, конечно же, Северная Корея – это тот самый гротескный Советский Союз из голливудских фильмов про плохих парней. Вот это именно и есть Северная Корея. И я не знаю, что в этом может понравиться Путину, да, потому что это очень тяжелое производство впечатления, но, видимо, ему что-то там нравится, раз он туда ездит. Видимо, он недостаточно еще задушил и пересажал всех. Ему хочется, как в Северной Корее, потому что там люди уже научились есть траву, а в России еще не умеют. Вот, наверное, это вот опыт он хочет перенять. Ну и, конечно, показать, что, ну хорошо, мы сами-то не будем применять ядерное оружие, но вот есть плохие парни в Северной Корее, мы сейчас им отдадим технологии, вот они-то и применят. Это и есть вот новый ядерный шантаж, который пытается всему миру Путин демонстрировать. Он прямо говорит, что мы готовы делиться технологиями со всякими разными людьми. Да, вот тут, пожалуйста, Северная Корея, там уже и Талибан на Непетербургском форуме был. Ну и далее по списку. Ну а тем временем работников завода «Калашников» в Ижевске из-за невыполнения гособоронзаказа заставили работать по 12 часов 6 дней в неделю, однако зарплату никто не повысил. Ну и, что показательно, сами сотрудники предприятия поделились этой информацией с МОСМедиа. При этом, как мы уже неоднократно в наших эфирах отмечали, что фиксируется жестокий дефицит кадров на предприятиях, работающих на российский ВПК. Ну и в то же время министр промышленности и торговли Антон Алиханов пригрозил за срыв этого самого гособоронзаказа отбирать у собственников военные заводы. Что вы вот обо всей этой информации думаете, если все вместе сложить? Ну, если все вместе сложить, это вот эта новая, как ему кажется, фишка Владимира Путина, что экономический рост возможен, если сконцентрировать всю экономику вокруг ВПК. Кстати, теперь они почему-то называют это не военно-промышленный комплекс, как в советское время, а ОПК, оборонно-промышленный комплекс. Какая оборона, когда, ребята, вы сами на всех нападаете, вы рассказываете про оборонный комплекс. Но вы же понимаете, вот тот самый экономический рост формальной бумаги, который наблюдается за счет того, что государство же финансирует выпуск снарядов, пушек и танков, он на экономику сказывается только негативно. Это точно так же, как алкоголик выпьет 100 грамм с утра, ему кажется, он прекрасно себя чувствует, но от этого здоровья-то у него не прибавляется. Это просто ощущение того, что у него все хорошо. На самом деле ему все хуже и хуже. Точно так же экономика, которая сидит на игле оборонзаказа, на самом деле начинает себя чувствовать все хуже и хуже. И как советская экономика развалилась в этой борьбе с Западом, точно так же, конечно же, и российская экономика не сможет эту борьбу выдержать, но просто потому, что она гораздо слабее. Такую информацию хотели с вами обсудить. На этой неделе в Кемеровской области задержали ранее судимого Андрея Быкова по подозрению в убийстве 12-летней девочки. Вот местные СМИ пишут, что Быков был судим не менее шести раз, в том числе за тяжкие преступления. В 2019 году его приговорили к 13 годам за убийство женщины. Из колонии Быков вышел, подписав контракт с Минобороны. И пишут, что служил он в Шторм-Зет. И вот уже на этой неделе даже в Госдуме говорили, что таких историй будет все больше. Нужно что-то делать. Людям это очень уже не нравится. Скажите, а у вас нет ощущения, что в стране действительно нарастает некий внутренний конфликт? Да, конечно, нарастает. Люди действительно этого очень боятся. Приходит на ум и 1953 год с той большой амнистией уголовников, известный фильм «Холодное лето» 1953. И приходит на ум разбул преступности, который был в 20-е годы, даже, наверное, в 2019-м в Петрограде. Да, вот это все уже сегодня очень близко к тем годам. И в этом смысле две темы больше всего волнуют россиян. Возможная новая большая волна мобилизации и возвращение преступников домой. Это то, что бьет по рейтингу Путина. И поэтому, конечно, это волнует власти. Но пока это всего-навсего инициатива Нины Астанина из КПРФ, которая даже еще не выражена в законопроекте. Почему? Да, потому что, вот опять же, мобилизацию этого проводить тоже страшно. Поэтому власть идет по пути наименьшего сопротивления, отправляя на войну уголовников. Но, да, думать о том, что будет, когда они вернутся домой. Ну, кстати, именно поэтому сегодня, до окончания войны, они домой не вернутся. Уже сегодня это не как было во времена пригоженной амнистии через полгода, а сегодня это до окончания военных действий, ну, как на контракт. Еще одну интересную информацию нашли, хотели с вами обсудить. Двое несовершеннолетних сыновей Кадырова тайно женились на родственницах его ближайших соратников. Вот об этом пишет «Новая газета Европа». Женой Эли Кадырова стала старшая внучка депутата Госдумы Адама Делимханова, а избранницей Адама, которому 16, дочь чеченского сенатора Геремеева. И вот издание объяснило секретность свадеб юным возрастом молодоженов и тем, что сам Кадыров на фоне проблем со здоровьем пытается устроить будущую безопасность своих детей как раз через брачные союзы с влиятельными семьями Чечни. Как вы прокомментируете вот эту информацию? Ну, то, что у Кадырова флог со здоровьем, мы давно это знаем, да. Вопрос в другом. Условно говоря, кто раньше сварится со своего кресла, Путин или Кадыров? Потому что, конечно, в этом смысле они близнецы-братья. И, собственно говоря, пока Путин находится у власти и Кадыров находится у власти, а как только Путин перестанет быть президентом, и у Кадырова начнутся проблемы. Но если Кадыров умрет раньше, то, конечно, ему хочется оставить все свои, можно сказать, достижения в плане денег и бизнеса и власти в Чечне в руках своих родственников, в первую очередь детей. Поэтому он пытается создавать такой большой клан, который, как ему кажется, власть сможет удержать. Но пока у власти Путин все-таки преемник Кадырова будет зависеть далеко не только от него, но и от того, что захочет Кремль. А вот захочет ли Кремль оставить, ну, к примеру, кого-то из детей Кадырова, это большой вопрос пока. Политзаключенного Владимира Карамурзу перевели в помещение камерного типа ПКТ на 6 месяцев. И вот поводом стало то, что он несколько секунд буквально держал руки не за спиной, когда подошел к месту, куда по внутренним правилам он там должен был положить свою шапку. Вот об этом сообщил его бывший адвокат Вадим Прохоров. ПКТ – это камера с более суровыми условиями содержания, нет свиданий, одна передача раз в полгода разрешена, а работать нужно отдельно от других осужденных. И все это за то, что пару секунд он держал руки не за спиной. Скажите, этот режим и так посадил его на 25 лет. Зачем? Зачем им еще и вот такие издевательства? Ну, это же запугивание. С одной стороны, видите, они уже убили Навального. Они с радостью убьют всех остальных. И Владимира Карамурзу, и Илью Яшина. И это запугивание для того, чтобы другие смотрели, боялись и ничего не делали. Они прекрасно понимают, что ситуация внутри России становится все более и более взрывоопасной. Они не понимают, откуда могут взяться новые лидеры оппозиции. И поэтому они пытаются вот на тех, кто у них уже находится в руках, показать, что мы всех пересажаем, мы всех будем мучить, мы всех убьем. Поэтому ничего не делайте. Но революция, она отличается от захвата власти Путиным тем, что ее условия совершенно объективны. И когда они созреют, она все равно произойдет, вне зависимости от того, сколько людей они убьют и сколько людей они пересажают. Это так же неизбежно, как утром солнце всходит, а вечером оно заходит. Телеведущую Татьяну Лазареву, которую МВД России в начале месяца объявила в розыск, на днях внесли в реестр террористов и экстремистов. А месяц назад Таганский суд Москвы назначил и на агенту Андрею Макаревичу админнаказание и штраф в 30 тысяч рублей за какое-то непонятное правонарушение. Как вот по вашим наблюдениям, много сейчас хороших людей за последнее время появилось в этом списке и на агентов, противников режима и так далее? Они все время появляются. И, собственно, как раз, как мы понимаем из вот этого списка, самая главная террористическая угроза, которую видит Кремль, это совсем не те террористы, которые захватили Крокус. Это совсем не те, кто убивает простых людей. Это те, кто говорят правду. Да, вот у вас в рекламе я видела, что мы взрываем на поле лжи мины правды. И вот, собственно, Путин так к этому и относится. То есть правда, которую говорят люди, это для него терроризм. Потому что правда, это как, знаете, когда в темноте ты сидишь, ничего не видишь, и тут луч света. Вот правда это и есть, тут луч света. И они очень этого боятся и всячески пытаются все источники света закрыть. С ширмами, дымом и прочим, и прочим. Но, опять-таки, процессы исторические, они объективны. И сколько бы они ни пытались их предотвратить, это просто невозможно. Рано или поздно это произойдет. И, собственно, то, что мы с вами делаем, в том числе, это попытка приблизить, сделать так, чтобы это произошло раньше, а не позже. Потому что каждый лишний день у власти Путина это новые человеческие жизни. Не только украинцев, но, кстати, и россиян тоже. И буквально еще один вопрос хотели с вами обсудить, поговорить о спорте. Вот на этой неделе в Татарстане проходят игры БРИКС-2024. В это же время, да, вот в Европе проходит чемпионат по футболу. Приближаются Олимпийские игры во Франции. Ну, а вот на играх этих БРИКС Россия лидирует просто с колоссальным отрывом от всех. Уже больше 120 золотых медалей. Показательно, что Китай прислал на игры более 100 спортсменов, но среди них нет никого, кто прошел бы отбор на Олимпиаду. Спортсменов на играх не хватает настолько, что российский пловец получил золотую медаль за одиночный заплыв. Как вам вот вообще такая альтернативная реальность? Скоро в футбол будут играть сами с собой. Знаете, с одной стороны команда, а с другой стороны пустые ворота. И вот сколько раз ты добежишь, представляете, какой может быть счет? Условно говоря, 200-0, потому что просто с той стороны никого нет. Но это, конечно, все было бы смешно, когда бы не было так грустно. Мы понимаем, что для любого тоталитарного режима спорт – это некое подтверждение того, насколько у них все хорошо. Не случайно такие соревнования проводила и гитлеровская Германия, и Италия Муссолини очень трепетно относилась к спорту. Поэтому, да, спорт для тоталитарного режима очень важен как выражение своей вот этой самости. Поэтому, конечно, то, что россиян нет на Евро 2024, но это не только потому, что они не очень хорошо играют в футбол, ну и потому, что это просто невозможно сегодня видеть представителей страны-агрессора на чемпионате, который как раз символизирует вот это европейское единение, да, европейскую общность. И, конечно же, представителей с флагом не будет и на Олимпийских играх. И это понятно, это правильно. И поэтому, конечно, Кремль тужится и придумывает что-то альтернативное. Но это просто так же несерьезно, как выдавать Корею за серьезного военного партнера. Спасибо огромное. Спасибо за ваши комментарии, пояснения, за эту беседу. Всегда ждем вас в эфире «Фридема». И напомню, что Ольга Курносова, российский политический аналитик, была в нашем эфире. Благодарю. Всего хорошего. В телеграм-канале «Фридем» только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь.